Наставница гимназии, которая в субботу потерпела у вынеку ДТЗ на улице Советской у Гомеля, находится в тяжком стане. У женщины шматлики пероломы, ее подключили до аппарата штучной вентиляции легких. Урачи делают все махчимое, чтобы вырытывать жизнь потерпелой. Такое поступило к нам 12-го числа, 20-30, состояние травматического снука с множественными скелетными травмами. На данный момент ей оказаны все необходимые оперативные пособия. Продолжается интенсивная терапия определенной УВЛ. Пациентка в сознании станет расцеленной, как тяжелая стабильная в данный момент. Нагадаем, трагедия отбылась от 12-го Костричника, коль 11-ти годин вечера. Автомобиль БМВ 740 рухался на великой худкости в бок, площадь Ленина. 21-годовый водитель не справился с кированием и выехал на тротуар, где сдействовал наезд на трех женщин-пешеходов, после чего урезался в слуб. Увы, никуда ТЗ на месте загинули водитель и женщины-пешеход, загадчик в учебной частке школы номер 21. Ее 49-годовая коллега трапила у реанимацию. Третья потерпелая 36-годовая педагог 21-й школы отримала незначные травмы. У той же вечер ее выписали с больницы. Водитель автомобиля погиб в результате тупой сочетанной травмы тела. В процессе судебно-медицинской экспертизы трупа были изъяты биологические среды для соответствующих исследований. Выводы о наличии алкоголя и других веществ можно дать после окончания соответствующих исследований. 21-годовый загинувший студент одной звены у Гомеля любил полихачить. На его рахунку 16 порушений управил дорожного руху за три годы. Утым лику за первышение худкости. До речи про это молодой человек навык сдымал видеоролики и размещал их у себя на сторонце у социальной сети. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и судебные автотехнические экспертизы. Устанавливаются свидетели ящевицы произошедшего.